Здравствуйте! В информационной студии Полина Мазур и коротко о событиях города и края. Помните, в Гарри Поттере были живые газеты, в которых персонажи обращались к читателям с листа. Такая технология может быть применена повсеместно в учебе, искусстве и так далее. Мы предлагаем вашему вниманию совместный проект телекомпании Даль ТВ и газеты «Трудовое слово». Итак, у меня в руках свежий номер газеты «Трудовое слово». Теперь, благодаря современным технологиям, вы сможете увидеть больше, чем в ней написано. Для этого вам понадобится обычный смартфон. Скачиваем в Google Play или App Store бесплатное приложение AR 2017, запускаем его на телефоне, наводим на картинку, которая заключена в специальную рамку и обозначена значком приложения, и буквально по мановению волшебной палочки картинка оживает. Теперь наглядно. Открываем вторую страницу «Живой газеты», на которой находится материал корреспондента газеты «Трудовое слово» с заседания Комитета Городской Думы по бюджету и экономической политике. Как видим, к статье прилагается фото. Оно заключено в рамку и обозначено значком приложения AR 2017. Наводим телефон, ждем, пока пройдет загрузка, и смотрим сюжет «Даль-ТВ», в котором мы рассказали о том, какие вопросы обсуждали депутаты и представители администрации города в ходе заседания профильного комитета. Вы можете приблизить или отдалить изображение. Смотрите, удивляйтесь и покажите родным и друзьям. То, что не вошло в газету, теперь доступно благодаря телекомпании «Даль-ТВ». Новый выпуск газеты уже в продаже. В учебном графике студентов филиала ДВФУ мало свободного времени. Вузовцам необходимо готовиться к семинарам, писать доклады, искать материалы к научным конференциям. Единственная возможность ненадолго забыть об учебе – День студента или Татьянин день, который отмечается в России 25 января. Несмотря на праздник, студенты Дальнегорского филиала ДВФУ начали учебный день по расписанию. По-честному, отсидев три пары, вместо четвертой собрались в вестибюле института на торжественную линейку. Ну, конечно, это один из самых главных наших праздников – День российского студенчества. Несмотря на то, что зима у нас выдалась суровая, на улице морозы, но мы постараемся создать веселую атмосферу именно в связи с предстоящим, точнее, с предстоящим, с празднуемым событием. Мероприятие у нас подготовлено силами студентов, станционная игра, на этапах будут тоже работать студенты, ну и веселиться тоже будут студенты, ну и частично бывшие студенты, их преподаватели. После торжественного приветствия и погружения в историю праздника, студенты с задором прошли интеллектуальную разминку и конкурс комплиментов. В комнате горело семь свечей, проходил мимо человек, потушил две свечи. Сколько осталось? Семь. 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 Кто сказал две? Почему? Я. Потому что с ними сгорели. Нужно повернуться друг к другу. Ну, повернитесь. Друг к другу. Посмотреть проникновенно в глаза. И мы начинаем тур комплиментов. Первый Артем начнет раз-два-три комплиментов. Тони произносит очередной комплимент, тут выбывает из игры. Итак, раз-два-три. Артем начинает. Красивые глаза. Ты такой добрый. Алиса, пожалуйста. Рост классик. Рост? Да. Хорошо. Мой любимый рост? Да. И сережки, ничего. Обратительный. Красивый трой. Высокий. Милые глаза. Красивая прическа. У тебя тоже. На торжественной части были отмечены студенты, приложившие к учебе максимум стараний. Но просто так забрать заслуженные грамоты им не удалось. Пришлось доказывать звание лучших студентов филиала своей эрудицией. Верите ли вы? Если вы считаете, что вопрос, точнее ответ верный, говорите да. Если считаете, что неверный, нет. Верите ли вы, что самый глубокий из океанов тихий? Да или нет? Вы страны? Да. Верят. Молодцы. Верите ли вы, что Илья Муровец освободила соловья-разгойника город Смоленск? Да. Нет. Он освободил Чернигов. Пограждается Полякова Алиса, студентка второго курса специальницы программирования в компьютерную систему за отличную работу в шопе и в честь празднования Дня Святой Татьяны. Аплодисменты. Награждается тем же самым Юлия Трубакова. Награждается Тучик Дмитриев. Награждается Косинов Сергеев. Награждается Садыков Руслан. И награждается, ну сегодня дважды надо поздравлять, да, с Яшиной Татьяной и за отличную учетку. Потом будущих программистов ждала веселая станционная игра. Студенты организовали несколько площадок, где соревновались в ловкости, используя идею небезызвестного свадебного конкурса. Артистическое мастерство проявили в игре «Пантомиме крокодил» в различных ее вариантах, а на одной из танций даже предлагали погадать. Ну здесь состязание, как проводится, стоит три кружечки с жидкостями разными, смешанными. И какой студент выберет, ну там из разных курсов, так у него и будет по учебе, по преподавателю, которому скажут. То есть вы открыли здесь такой логический салон? Ну, грубо говоря, да. Тот задор, с которым ребята играли и веселились, можно ощутить лишь в юности, в прекрасную пору студенчества. К сожалению, день студента только раз в году. Главной темой еженедельного совещания по тепловодоснабжению стало прохождение отопительного сезона в условиях аномальных холодов и сильных приморских ветров. Подробнее расскажем далее. Морозы, обрушившиеся на Приморье, испытывают на прочность коммунальные электроснабжающие службы Дальнегорского округа. 24 января перебои с электроснабжением произошли в Каменке. По Каменке прекращалось электроснабжение, были вопросы по котельной, по насосной. Тем не менее, все с поставленной задачей на полетель справился. А теплоснабжение и теплоснабжение не было нарушено. Чуть позже восстановлена электроэнергия практически по всей воде. Температура теплоносителей на котельных достигла 80 градусов. Примтеплоэнерго предупреждает абонентов об осторожности, которую необходимо соблюдать при использовании горячего водоснабжения. Низкие температуры стали причиной ряда аварий на внутренних инженерных сетях многоквартирных домов. Ночью холодного водоснабжения на улице 39, стали отогревать пары, произошел. Сегодня устраняем аварию, обменяем стояк. Несколько подводок мы подаем к радиаторам, потепли. Мы поднимаем свидетельство с подачей высокой температурой на теплоносителя. Некачественная работа на выходе к бокам, к собственникам. В общем-то, устранили быстро. Сейчас пришли по ремонтам подъезда автомобилей ВАН-2. Несколько листов шиферов двинуло ветром. Устранили, закрепили, но на дыше, по улице возможности нет. Перетер сильный. Из-за низких морозов на железнодорожные три вечера перехватила розы, отогрели холодную воду. Сейчас единственная авария у нас произошла буквально за 15 ТВС на набережной 20, где-то отопление. Пытаемся сейчас решить вопрос, чтобы без отключения дома. Проинформирую после того, когда сделаем, ну то есть устраним всю аварию. Управляющая организация «Приоритет» проводит рейды по незаконному употреблению электроэнергии. Вчера было установлено два человека, это набережная 7 и ОИН. На Пионерская 7 и на Пионерской 9. Составы на деле акта совместно с ДЭКом, то есть будут приниматься определенные меры. Также сейчас производим ремонтные работы по набережной 20, это по восстановлению перил. То есть сегодня уже подойдет это все к завершению. По Пионерской 68 ремонт подъездов начали по второй. И также установка будет пластиковых локон и полностью отремонтирован данный подъезд. Управляющая организация «Кайман» разыскивает собственника квартиры номер 69 по улице Инженерная 4. Козырек балкона представляет угрозу для прохожих. Увидите на нас, обратите внимание на свой балкон. Понимаю, что там нет возможности, но все равно нужно быть родственниками. Мы снимем этот козырек, пока дети вновь не пострадали. Там реально уже пол крыши, пол козырька висит в воздухе. То есть там нет никого, не может быть, ни через соседей, ни через кого. Инженерная 4, квартира 69. Потому что если отравиться, то детский садик, то просто может быть печально. Из-за сильных ветров обработка придомовых территорий противогололедными средствами не приносит должного результата. Все придомовые территории почищены в соответствии с постановлением правительства 290. Просто акты выполненных работ. Также проверила у них сразу подписывая у собственников по очистке и по подсыпке. Единственное, что подсыпку в дискосолебную смесь, конечно, сейчас вдувает и удаляет территорию. Но как бы надо понимать, что зима – это не настолько комфортное время, как лето. В любом случае, на то в свободу. Мы вчера и позавчера тоже пробовали подсыпать. То есть высокие температуры, сильные ветра. Подсыпать невозможно. Песок тот же дискосолебную сбывает мгновенно. Ну, только ветровый тип, потом подсыпем. По очистке территории, в общем-то, зачищено. Сегодня дали задание дворникам просмотреть, где ходят с польскими места, которые возможно удалбить, удалбить. Ну, по песку уже тут говорили, по песку сольевой смесью, что сыпать нереально при таком виде. В Сержантово решена проблема с водоснабжением. Напор воды не вызывает нареканий у жителей верхних этажей многоквартирных домов. В бюджете Дальнегорского округа на 2018 год заложено порядка 10 миллионов рублей на ремонт автомобильных дорог местного значения. Такая же сумма была выделена в прошлом году. О том, какие дороги и придомовые территории отремонтированы и какие планируется заасфальтировать, в 2018-м расскажет Анна Сапелкина. В 2017 году особое внимание было уделено дворам и придомовым территориям. В рамках муниципальной программы развития содержания уличной дорожной сети и благоустройства Дальнегорского городского округа заасфальтированной территории в районе Горького, Универсама и Светлого Ключа. Подрядчиком выступил ООО «Дальград», который также выиграл все контракты на асфальтирование в рамках программы формирования комфортной городской среды. В 2017 году были выполнены ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий по улице Горького, дому 42 до дому 48, Первомайская 2, Первомайская 16, а также Индустриальная 8. Другой район, это у нас выполнялись ремонт дворовых территорий по улице Осипенко, это, если помните, Осипенко 38, 40, 42 и 44. Подрядчик из Арсеньева ООО «Амстройсервис» в 2017-м выиграл ряд контрактов на асфальтирование муниципальных дорог. В перечень объектов вошли съезд от центра в сторону автовокзала, проезд от МФЦ к улице Пионерской от ВРШ-25 до Пионерской, подъем на Пушкинскую и Некрасовскую. С обязанностями подрядчик не справился. В администрации Ленингорского городского округа была подана жалоба в Управление Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю о включении в реестр недобросовестных поставщиков ООО «Амстройсервис» за неисполнение муниципального контракта в части ремонта автомобильных дорог. Однако, Управление Федеральной антимонопольной службы отказало в включении данного подрядчика о списке недобросовестных поставщиков. По той простой причине, что подрядчик был не уведомлен должным образом о том, что с ним расторгнут контракт. То есть, попросту говоря, они не получили нашего письма. То есть, не пришли на почту, не забрали его. Администрация с таким решением Управление Федеральной антимонопольной службы не согласилась. Подала повторно заявку на включение. Ждем, что будет какое решение. Параллельно с этим, в администрации были уплачены штрафы за невыполнение предписаний ГИБДД именно по этим дорогам. На данный момент штрафы уплачены. И нашим юристам подготовлены документы и поданы в орбитажный суд о взыскании этой суммы уплаченных штрафов с ООО «Амстройсервис». Так как они нам нанесли своим неисполнением муниципального контракта, нанесли нам ущерб. При очередной корректировке бюджета Дальнегорского округа будет рассмотрено выделение порядка 5 миллионов на асфальтирование дорог местного значения, которые не отремонтированы в 2017 году. Учитывая опыт 2017 года, в администрации Дальнегорского городского округа было принято решение провести аукционы по ремонту автомобильных дорог в начале года. И уже в феврале будут размещены муниципальные контракты, муниципальные закупки на ремонт автомобильных дорог. Чтобы избежать прошлогодней ситуации, что если у нас подрядчик не исполнит свой контракт, мы поставим крайний срок исполнения август, чтобы мы в августе смогли повторно объявить этот аукцион, чтобы все-таки дороги у нас отремонтировались. По объектам. Напомним, что по 2017 году, что у нас не выполнено было, ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги местного значения в районе проспекта 109, это перекресток-центр в сторону автовокзала, там большая яма. Потом ремонт тротуара на подъеме к улице Пушкинская-Некрасовская. Далее, значит, ремонт тротуара от дома 259 до дома 277 по проспекту 50 лет Октября. Дальше проезд с трассы краевого значения Осиновкородная пристань на улицу Пионерская, это в районе МФЦ. Проезд в районе магазина Фрэш-25 до Пионерской, подъем на улицу Советскую, автомобильная дорога по улице Менделеева и съезд с проспекта 50 лет Октября на улицу Железнодорожную в районе Югославских домов, проспект 247. Администрация готовит документы для подачи в Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края на получение субсидий из краевого бюджета для ремонта автомобильных дорог и дворовых территорий. В состав этой заявки входит ремонт дворовых территорий по улице Осипенко 13, по улице Пионерская дом 1, Пионерская дом 5, а также автомобильная дорога общего пользования местного значения по улице Арсеньева в селе Рудная пристань. Данная субсидия традиционна каждый год и она, можно сказать, с уверенностью, что будет одобрена и предоставлена бюджетом Даленгорского городского округа. Также в феврале будут размещены контракты на ремонт автомобильных дорог местного значения микрорайона Горбуша, Универсам, Центр, Горело и в селе Краснореченский. Ремонт автомобильных дорог в районе дома номер 1 по улице 8 марта, в районе дома номер 64 по улице Пионерская. Съезд автомобильной дороги Даленгорск-Краснореченск в районе дома номер 12 по улице Приморской в Горелом. Съезд автомобильной дороги Осиновко-Рудная пристань в районе дома номер 13 по проспекту 50-й лет Октября. Съезд автомобильной дороги Осиновко-Рудная пристань до дома номер 1 по улице Матросова. Также ремонт тротуара автомобильной дороги Краснореченск-Дальнегорск в районе дома номер 8-дом номер 19 по улице Октябрьская в селе Краснореченске. Ремонт тротуара по улице Индустриальной. И также принято решение выделить часть денег на ремонт улицы Прямой. То есть там тоже плачевная ситуация. То есть мы не говорим о большом ремонте этой улицы, потому что это очень затратно. А говорим о том, чтобы отремонтировать хотя бы те места, которые уже просто невозможно эксплуатировать. Также будет у нас размещена муниципальная закупка на ремонт дворовой территории по проспекту 83. Это магазин Арму, дворовая территория. То есть там тоже плачевная ситуация. Давно ничего не ремонтировалось. В рамках программы комплексное развитие моногородов администрации подана заявка в Дорожный фонд Приморского края для получения субсидий на благоустройство улицы 8 марта. Проектом запланированы ремонт асфальтобетонного покрытия дороги, установка бордюрных камней, нанесение разметки и организация остановочного пункта возле Горбушинской поликлиники. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Одним из главных блоков мероприятий программы является оказание финансового округа подвел итоги 2017 года. Одно из направлений деятельности – программа поддержки малого и среднего бизнеса. На территории округа ведут деятельность 1677 субъектов предпринимательства. Они обеспечивают рабочими местами около 8 тысяч человек. Цель программы – создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, а также повышение его влияния на социально-экономическое развитие округа. Одним из главных блоков мероприятий программы является оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. В результате реализации данного мероприятия в 2017 году был предоставлен один грант в размере 500 тысяч рублей начинающему субъекту малого предпринимательства на открытие развивающего центра для детей дошкольного возраста в городе Дальнегорске. Пяти субъектам малого и среднего предпринимательства была предоставлена поддержка по возмещению части затрат, связанных с уплатой первого взноса по договорам лизинга оборудования в размере на сумму свыше 5 миллионов рублей. Финансовую поддержку предпринимателям оказывает и микрокредитная организация «Центр развития предпринимательства» предоставляет займы на выгодных условиях. В 2017 году было предоставлено 40 микрозаймов на сумму порядка 24 миллионов рублей. В результате финансовой поддержки субъектами малого и среднего предпринимательства создано 39 и сохранено 260 рабочих мест за отчетный период. Центр развития предпринимательства активно сотрудничает с администрацией Дальнегорского городского округа при проведении мероприятий в рамках реализации программы. И таким образом в предыдущем году совместно были организованы и проведены на бесплатной основе семинары и круглые столы, участие в которых приняли 138 субъектов предпринимательства. Также организованы и проведены 26 ярмарок выходного дня, одна торговая промышленная выставка с участием 22 субъектов предпринимательства, на которых они представили свою продукцию выпускаемую и оказываемые услуги. Также оказано свыше 1200 консультаций по вопросам ведения предпринимательской деятельности. В рамках имущественной поддержки субъектов малого и среднего бизнеса переданы в аренду 25 объектов общей площадью 2600 квадратных метров. 11 договоров заключены по льготным ставкам арендной платы и с учетом понижающего коэффициента типа деятельности. Приватизировано 8 объектов недвижимого имущества общей площадью 500 квадратных метров. Одним из дополнительных механизмов реализации муниципальной программы является пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности, по итогу которого проведены ряд мероприятий, также посвященных к празднику Дня российского предпринимателями. И так наиболее яркими из них являлись ознакомительные экскурсии школьников на предприятия нашего округа, а также проведение творческого конкурса «Мир профессий среди учащихся младших и средних классов», а также дошкольников. Проведение социального опроса жителей округа с целью выявления лучших предпринимателей. Также уже традиционно в конце уходящего года был проведен конкурс среди субъектов МСП на лучшее новогоднее оформление своих объектов. Подводя итоги, хотелось бы отметить, что администрации регулярно на официальном сайте администрации Дальнегорского городского округа размещается информация для субъектов малого и среднего предпринимательства, с которой они могут ознакомиться. С 2015 года в Дальнегорском округе ведет деятельность рабочая группа по выявлению неформальной занятости населения и легализации трудовых отношений. В ее состав входят специалисты городской администрации, отдела Департамента труда и социального развития, руководители налоговых органов службы занятости, пенсионного фонда, фонда социального страхования. Возглавляет рабочую группу глава муниципалитета. В 2015 году было проведено 15 рейдов по предприятиям, в 2016 году было проведено 32 рейда, ну и в 2017 году 31 рейд. Рабочая группа, она как бы консультирует и работодателя, и работника о том, что работодателю необходимо заключать трудовые договора, а работник должен знать, что с ним работодатель должен заключить трудовой договор. Потому что вы сами знаете, трудовой договор, это значит и у нас идет и стаж, потому что это будущая пенсия, это и не серые зарплаты, это и больничное стендо пошло, это все туда включается, это все официально, потому что налоги платятся пополнение бюджета, это все при заключении договоров, все это имеется. В ходе выездных рейдов в 2017 году проверено 288 субъектов малого и среднего бизнеса, в том числе и инспектировались товарищества собственников жилья. У нас вот в прошлом году, так скажем, 56 предприятий мы выявили, где не было устроено 90 работников, но к концу года у нас осталось 18 работников, с кем не были заключены договора. И хочу сказать, что в 2018 году рабочая группа будет продолжать выявлять работников и работодателей, где нет вот этих заключенных договоров. В случае выявленных нарушений законодательства работодателей приглашают на заседание рабочей группы, которая в рамках полномочий разъясняет ответственность, предусмотренную за несоблюдение требований Трудового кодекса. Есть случаи, когда работники сами не хотят официально трудоустраиваться, чтобы не потерять различные льготы, например, на оплату коммунальных платежей. При отсутствии трудового договора они не могут защитить себя юридически от произвола работодателя. Кроме того, отсутствие отчислений в пенсионный фонд отрицательно влияет на пенсию в будущем. Во Дворце культуры химиков открылась персональная выставка дальнегорского фотографа, члена фотоклуба «Ракурс» Василия Катькала. Об этом и других мероприятиях, которые пройдут во Дворце в ближайшее время, расскажем в следующем сюжете. «Мой взгляд» – так Василий Катькала назвал свою первую персональную выставку. Старшему поколению города он знаком как художник-оформитель протснаба, член дизайнерской группы «Артели Восток». Искусством фотографии увлекся в 25 лет. Работы, которые в «Артели Восток», их можно до сих пор еще видеть. Они занимались дизайнерскими всякими вещами. И вот, например, медальоны, деревянные медальоны, вот детский садик номер два, поликлиника детская, до сих пор там еще частично сохранились. Вот это как раз вот работа, которую выполняли в том числе Василий Дмитриевич в свое время, когда работал в этой «Артели». У выставки сразу несколько отличительных черт. Каждая работа имеет свой размер и не имеет названия. Так фотограф позволяет зрителям стать соавтором своих художественных произведений. Мы решили здесь, сейчас разместим номерочки, на каждой фотографии положим журнал регистрации. И любой, кто сюда придет на эту выставку, может дать название картины, ну, то есть номерок, там название. И автор пообещал подарить тому, кто придумает самое оригинальное, на его взгляд, название, подарить вот работу. Вот это первое. Второе. Выставка прекрасно оформлена, превосходно оформлена. Вот до того он аккуратно это сделал. Это большое уважение к зрителю, это большое уважение к своей работе. На эти работы очень приятно смотреть. Они здесь вот и рамочки, и вот это паспорту, и отпечатаны на бумаге, которая не бликует и не мешает восприятию. То есть очень-очень красивая выставка, очень хорошая в плане оформления. Ну, еще одна особенность этой выставки в том, что здесь все работы, у каждой работы свой размер. Нет стандартных размеров. Вот обычно мы привыкли там соотношение, да, какое-то 4 к 3, там 9 на 16, там какие-то есть стандартные там соотношения. Здесь нет ни одной работы, которая бы повторяла точный размер другой. И под каждую работу у него свое паспорту, своя рамочка. То есть работа, конечно, проделана очень большая автором. Оценку своему творчеству автор получает самую разную. Увидеть творчество Василия Катькала должен каждый. Его работы – это огромное разнообразие жанров фотографии. Макро, пейзаж, портрет, спорт. Я уже отзывы слышал от «Ой, как здорово» до самых таких вот «Чушь так мрачная». Ну, это хорошо, наверное, что реакцию у зрителя вызывают вот эти картины, вот эти фотографии. В советское время такие работы называли даже не фотографией, а фотографикой. Потому что здесь он активно используется по возможности современной компьютерной графики, фотошоп и все такое прочее. Ну, дело вкуса, кому нравится, кому не нравится. В любом случае, это вот его видение. Выставка так и называется, мой взгляд. Поэтому мы всех приглашаем, просим, приходите, смотрите, давайте оценки, давайте название картинам. Еще раз повторю, что автор пообещал победителю подарить одну из своих работ. 3 февраля Дворец культуры химиков приглашает жителей и гостей города на юбилейный Краевой фестиваль хорового искусства имени заслуженного работника культуры России Николая Вальковича. Николай Григорьевич Валькович – это маэстро нашего города. Так мы его до сих пор зовем, так звали его и при жизни. Он, конечно, артист с большой буквы, музыкант с большой буквы, руководитель, хормейстер, дирижер народного коллектива академического хора Дворца. И, конечно, в 1970 году Николай Григорьевич приехал в Дальнегорск, с 1971 года начал работать с коллективом академического хора. И, конечно, именно его руководство, мудрое, творческое, талантливое, вывело коллектив академического хора Дворца на уровень даже международный, потому что коллектив становился победителем и международных, и всероссийских конкурсов, и фестивалей лауреатом становился. Это большое такое вот звание для коллектива. Статус народного также при Николае Григорьевиче получил этот коллектив. В 1997 году в память об этом человеке впервые состоялся фестиваль. Сюда приехали наши соседи, кавалеровцы, конечно, все коллективы Дальнегорска. И, как я уже говорила, большому кораблю большое плавание. Вот такая форма, она стала у нас ежегодной. В этом году фестиваль уже 20-й. Начиная с 1997 года, во время ремонта один год мы пропускали, фестиваля не было. И с 2011 года фестиваль носит, уже работает, существует в статусе краевого фестиваля. То есть 7 лет в этом году. 3 февраля мы приглашаем всех на наш фестиваль имени Николая Вальковича. Очень просим быть в 12 часов. В 12 произойдет торжественное открытие фестиваля. Потом, конечно, его работа будет растянута на весь день. Детское отделение, перерыв, взрослое отделение, подведение итогов. Но я думаю, что никому не будет как-то скучно. И никто не скажет, что потерял вот такое весь день количество, такое времени своего. Потому что, я думаю, и детское отделение, и взрослое вас порадует. У нас здесь будут буфеты работать. У нас будет звучать в перерыве музыка, инструментальный ансамбль, тамбурин, который подарит зрителям. Поэтому приходите, пожалуйста. И напоминаю, в 12 часов торжественное открытие фестиваля. Фестиваль имени Николая Вальковича носит статус краевого. В нем ежегодно принимают участие вокальные коллективы Северного Приморья. Этот год не станет исключением. Гости фестиваля смогут увидеть выступления хористов из Тернея, Спаска, Кавалерова и Ольги. Если говорить коротко, это все значимые события дня. Далее Екатерина Грицун с обзором прессы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова